Игорь Корман обнародовал декларацию о доходах за 2013 год. В прошлом году спикер получил в качестве оклада и депутатских надбавок около 185 тысяч леев. Президент страны Николай Тимофти заявил о том, что видит единственную неудачу в своем правлении – это провал идей запрета коммунистических символов. Размеры премиальных сотрудникам контролирующих органов достигли миллионных значений у работников счетной палаты, генпрокуратуры, КСТР. Дополнительные выплаты к зарплатам составили от 10 до 30 тысяч леев. Президент Молдовы Николай Тимофть выступил сегодня с отчетом о проделанной работе на посту главы государства за два года. В своей политике Тимофть видит единственную неудачу – это провал идей запрета символов коммунизма. «Среди моих неудач я вижу то, что я не смог добиться запрета символики коммунизма. Это очень важно для нас вывести из менталитета людей прошлое, в котором пострадало множество людей на всех уровнях. Я считаю, что это моя неудача». На вопрос журналистов, какой является позиция молдавских властей по ситуации в Украине, президент не смог самостоятельно сформулировать ответ и зачитал его по бумаге, которую передал ему помощник. «Неважно». «Почему?» «Потому что не видно его вообще, как раньше другие президенты. Выходил по улицам, разговаривал с людьми. Вы знаете, я маленький человек. Определить работу такого человека я не берусь. Не для моего ума. Извините». «Спасибо, шеф». «Ну, что могу сказать? Очень плохо. Я недоволен его. Очень плохо». «А почему?» «Потому что, не знаю, не видно его. Как будто даже его нет». «Мое мнение – это мнение народа, что как пришел, так ничего не делал, так и уйдет, и о нем никто не вспомнит. Он делает не то, что может быть он думает, а делает то, что ему говорят, ему пишут на бумаге, он читает все время оттуда и боится кое-что другое говорить. Поэтому трудно нам с таким президентом и вряд ли что-то измерится». «Преднестровье хочет войти в состав России. Глава Верховного Совета, непризнанная ПМР Михаил Бурла направил председателю Госдумы Сергею Нарышкину обращение с предусмотреть в российском законодательстве возможность хождения региона в состав Российской Федерации. Обращение поступило в качестве отзыва на законопроект «Справедлива России» об упрощении порядка присоединения к Российской Федерации новых территорий. Однако, по мнению Михаила Бурлы, этот проект не распространяется на Приднестровье. Впрочем, замечания Верховного Совета уже не актуальны, поскольку упомянутый законопроект накануне был отозван из Госдумы за ненадобностью. Спикер Игорь Корман обнародовал декларацию о доходах за 2013 год. За председателем парламента последовали и другие депутаты. Игорь Корман получил в прошлом году в качестве оклада и депутатских надбавок около 185 тысяч леев. Также он владеет в Кишиневе участком земли, оцененной в 420 тысяч леев, и домом стоимостью более 2 миллионов леев. Кроме того, у депутата ДПМ есть автомобиль марки БМВ 2002 года на сумму 13 тысяч евро, а на банковском счету у него около 23 тысяч леев. Зарплата в 2013 году у его коллеги по партии депутата Сергея Сырбу составила 176 тысяч леев. Парламентарий внес в декларацию о доходах и свадебные подарки стоимостью около миллиона леев. Также у депутата ДПМ есть два участка земли, вилла в Ставченах, квартира в Кишиневе. Помимо этого, парламентарий владеет автомобилем марки БМВ стоимостью 92 тысячи леев. Годовая зарплата в 2013 году коммуниста Артура Решетникова по официальным данным составила 200 тысяч леев. Его жена, работающая нотариусом, заработала за год в четыре раза больше. Также депутат ПКРМ владелец дома на сумму 660 тысяч леев. Кроме того, в собственности семьи находятся два нежилых помещения на сумму около двух миллионов леев. У депутата ПКРМ есть машина марки Land Rover на сумму в полмиллиона леев, а на банковских счетах у него более 100 миллионов леев. Незаконные строительства в Кишиневе растут как грибы после дождя и доставляют жителям нашей столицы множество трудностей и проблем. В свою очередь они обращаются к властям с просьбой решить данную проблему, но никакой реакции со стороны властей не наблюдается. Сейчас мы находимся на очередном таком объекте и попробуем разобраться, что конкретно здесь собираются строить и на каком основании. На улице Чакарлея довольно много незаконных построек. Одна из них находится по адресу Чакарлея 1-9. В 2012 году Государственная инспекция по строительству официально приостановила работы на данном объекте. Но частный предприниматель не собирается останавливать работы, а даже наоборот решил построить вместо двухэтажного дома трехэтажное здание с полуподвальным помещением. Здесь по проекту должен был быть построен частный дом на одну семью. Как мы видим, это далеко не частный дом. Предположительно, должно здесь быть построено здание многоквартирный дом, я так думаю, исходя из того, что мы видим. Хочу сказать, что еще в 2012 году по требованию и госинспекции по строительству было заморожено строительство, а также документы, по которым данная фирма здесь строит. Граждане обеспокоены таким ходом событий и обратились за помощью в примарию столицы. Но ответа не получили. Теперь обеспокоенные жители обратились к юристам благотворительного фонда «Солуция», которые в дальнейшем будут следить и разбираться в сложившейся ситуации. В контролирующих органах Молдова размеры премиальных сотрудникам достигли огромных значений. Так, по несколько миллионов леев в виде премий среди работников распределили счетная палата, Генпрокуратура, КСТР и антикоррупционная комиссия, где размеры дополнительных выплат к зарплатам составляют от 10 до 30 тысяч леев. Таким образом, в прошлом году в счетной палате на премии было выделено 4 миллиона леев. Национальный антикоррупционный центр выдал премии по 8 тысяч леев для 337 работников. В Академии наук на премию ушел миллион леев. В апелляционной палате Кишинева 757 тысяч. В Координационном совете по телевидению и радиовещанию по случаю праздников вроде Пасхи, Рождества, Нового года, а также 1 и 9 мая распределили 262 тысяч леев. В Национальной антикоррупционной комиссии на премии зарасходовали 211 тысяч. А вот премии в Генеральной прокуратуре составили в среднем 20 тысяч леев. Как вы относитесь к тому, что госчиновники получают у нас огромные премии? Средняя премия составила 30 тысяч леев. Как я могу сказать? Разве люди не могут сказать то же самое, что я? Очень плохо, очень. Просто стыда у них нет. Нету совести, потому что надо брать, посмотреть на что живут пенсионеры и сравнить себя. И своих родителей посравнивают. Может это нормально, но и нам должны повысить. Я, например, работаю учителем. У нас очень низкие зарплаты. Надо как-то урегулировать, потому что не хватает даже оплатить коммунальные услуги. Ну вообще такое отрицательное. Я так думаю, что лучше бы думали о людях, как бы побольше пенсии как-то добавить не на 6 процентов или 4-5. Ну, как всегда, не думают о себе, наверное. Плохо, конечно, отношусь, потому что не хватает самым ущемленным слоям населения, не хватает детям, не хватает людям с ограниченными ответственностями. Пенсии не соответствуют корзине. Честные пенсионеры выплачивают сумму денег, например, сразу за все коммунальные услуги и не имеют элементарно на хлеб и на молоко. Специалисты по-прежнему утверждают, что покупательская способность граждан Молдовы находится на низком уровне, а выделяемая государством материальная помощь слишком мала. Около полутора миллиона молдован проживают на деньги трудовых мигрантов. Более 80% дохода таких семей составляют деньги, получаемые из-за рубежа. В то же время, по данным исследования, около 155 тысяч детей имеют одного или обоих родителей, работающих за границей. Эксперты подчеркивают, что увеличивается разрыв между уровнем жизни и благосостояния людей в городских и сельских районах. Решением проблемы станет создание рабочих мест и обеспечение селянам достойного уровня жизни посредством доступа к коммунальным услугам и службам. Очень важна и достойная зарплата, дающая возможность покрывать необходимые ежемесячные расходы. Недавно в СМИ появилась информация о том, что стоимость проезда маршрутных такси повысят на один лей. В примарии Кишинева данную информацию опровергают. Господин мэр, вчера четко и ясно сказал, что он не видит мотива для того, чтобы маршрутники просили об улучшении тарифов. И, поверьте, в примарии так и остается. Да, есть их просьба. Но к ним были несколько требований, ни одно из которых они не высаживали. Я просто понимаю их ситуацию. А вы сами как бы вам по кошельку не будете бить это? Ну, чуть-чуть будет бить, но что поделаешь. Ну, потому что дорого, я скажу, очень. Проехать, допустим, 2-3 остановки, а если 2 человека, вот как, туда и сюда, домой и обратно, с работы на работу, 8 леев. Да нет, это очень дорого. Напомню, что последнее повышение тарифа за проезд в микроавтобусах одобрили в 2006 году. Тогда стоимость проезда составляла 2 лея. Ее повысили до 3 леев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова